Роль акцентов. Наша Таня. У неё непростая фигура. Ну-ка, Танечка, покружитесь нам. Так, 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 так. Всё. Вот теперь посмотрите, как сегодня она хорошо одета. У неё нет одежды два квадратика. У неё тёмный верх и тёмный низ. И вот такой вот яркий акцент на шейке. Да? Вот она такая к нам пришла. А теперь что мы делаем? Снимаем. Убираем. Вот посмотрите, какая красота. Сразу заиграло лицо. Вот эти волосики к блондинкам с белой вот такой вот яркой головкой, с такими глазками, губками, с хорошей стрижкой. Поворачивайтесь. Особо ведь акценты-то не нужны. Потому что, посмотрите, какая красивая шея. Сразу у силуэта появилась лёгкость какая-то. Да? Понимаете? И мы вообще не видим, что выступает животик, что выступают ягодицы. Какая она у нас стройненькая, что размер у нас немаленький. Потому что создался вытянутый прямоугольник. Акцент один. Это наша красивая головка. И очень красивая кожа на шее. И силуэта очень лёгкие. А теперь сделаем этот шарфик вот так вот на бок. Вот этот платочек. Вот посмотрите. Вот только так. Вот наш акцент. Вот это вот я бы сделала покороче. И сама вертикальная линия была сбоку. Вот так вот акцент должен работать. Поворачивайтесь. Как она у нас умело движется. Вот. Вот так вот. Вот это уже второй яркий акцент. Но он вытянутый. Он создаёт вертикальную линию. И только украшает нашу Танечку. Она у нас стала без этого шарфика на шее. Прямо на несколько лет моложе. Всем добра. Благодарю.